В каком состоянии команда сейчас и как протекают занятия и тренировки? В принципе, мы их собрали на этой неделе буквально для того, чтобы посмотреть им в глаза и спросить, готовы ли они играть в следующем сезоне в нашей команде. От всех получен положительный ответ. Могу сказать болельщикам, что коллектив есть, команда хорошая. На следующий сезон костяк есть. С оптимизмом идем и смотрим будущий сезон. Вы умеете посмотреть в глаза после письма Пресловутова? Я даже не хочу на эти вопросы отвечать. Почему? Потому что это, ну, люди, скажем так, мелочные, которые всем этим занимаются. Я уверен, что хоккеисты этого письма не писали. И самый главный вопрос. Вы расстаетесь на следующий сезон? Да, у меня есть определенная договоренность с президентом. Он сказал, что можно объявлять, что я на следующий год в команде. Все обговорено. Единственное, пока не подписаны бумаги, но это вопрос времени. Насколько у вас один плюс один на один сезон на следующий? Один плюс... Плюс. Один плюс, да. Насколько вам развяжут руки в трансферной кампании? То есть, насколько вы будете свободны в выборе новых игроков для усиления команды? Ну, на данном этапе я разговариваю, ну, наверное, от имени генерального менеджера, вот, пока с теми ребятами, которые есть в команде. Так, у меня развязаны руки. Но могу сказать, мы отказываемся всего от трех ребят, которые сейчас в команде, вот, а с остальными всеми хотим заключить новые соглашения. Можете назвать имена этих трех? Ну, в команде не будет Рафаэля Хакимова, вратарь. На следующий год у нас очень хорошая бригада. Это Влад Подъепольский, Шугаев, который доказал свое место в составе. И очень перспективный шосток, вот, игрок в дворной Белоруссии. Вот, отказываемся от Женьки Бодрова, вот, и от Вити Балдаева. Вы сказали, что будете разговаривать от лица ген-менеджера, а от имени кого именно? Щедрин остается, новый ген-менеджер? Я не могу это пока комментировать никак. Я пока просто предварительно разговариваю. Мы не предлагаем им контракт, я хочу просто услышать их ответ, хотят ли они остаться в команде. Будут ли на следующий год в команде легионеры в полном разрешенном объеме с контактами? Да, легионеры будут, мы уже ведем их в поиски. К сожалению, сейчас из-за коронавируса все сложнее их увидеть вживую, что хотелось бы сделать. Вот, потому что не хочется, скажем так, тыкать пальцем в небо и брать тебя бы кого. Хочется посмотреть на тех людей, которых мы хотим взять, вживую на них посмотреть, а не даже с экрана телевизора. Уже пора верстать план подготовки, но в связи с событиями в мире, то есть как может измениться процесс подготовки к новой сезонной? Ну, конечно, мы не можем повлиять, что происходит в мире, но мы сейчас в активном поиске как раз при сезонной подготовке. У нас есть план. Сейчас мы ищем варианты в России, ну, может быть, в Белоруссии, где провести ударный цикл, это первые две недели. А потом у нас уже есть договоренность с Финляндией, куда мы поедем на второй цикл. Вот, два турнира у нас, это в Уфе и в Санкт-Петербурге, после чего входим в сезон. На передвижение хоккеистов, которые в команде остаются, будут ли какие-то ограничения наложены? Опять же, допустим, запретите за границей отдыхать, еще что-то, опять же, в рамках этой компании. Ну, как я могу запретить им отдыхать за границей? Они сами должны все понимать, они профессионалы, вот, скажем так, это режим, их подготовки. Я думаю, что они не глупые люди, должны понимать, что они в новый сезон должны войти без коронавируса и без травм. Понятно, что новичков называть еще рано, но хотя бы вектор усиления назовите. Ну, пока не могу, пока, ну, мы работаем над этим и что-то говорить конкретное. Я вам и так много информации дал, сказав, ну, с кем мы хотим проститься, но, может быть, завтра мы их захотим оставить. Поэтому все в жизни меняется, и это спорт. Я уже там говорил в интервью, там, в одном из интервью, что, например, хоккеист Вовченко, да, он начинал сезон не в составе, а в середине сезона он являлся лидером команды. Это спорт, сегодня там ты веришь в одних людей, себя проявляют другие, и так же и наоборот. Питунем остались? Пока ситуация непонятная. Я бы хотел, чтобы он остался. Ну, Питунем, можно сказать, с его приходом образовалась целая пятерка. Заиграли те ребята, с которыми он играл, и они заиграли лучше. И он вносит, ну, большой вклад в нашей команде, поэтому я бы очень хотел, чтобы он остался. Субтитры сделал DimaTorzok